Всем привет друзья, с вами Реалайз, у меня очень хорошие новости для тех подписчиков, которые ждут эксперимента с героем на 30 арене, потому что вчера я закончил улучшение хранилища для дерева, параллельно с ним улучшалось хранилище для золота, сегодня я зашел и осталось до завершения 14 часов. И соответственно я не могу улучшить тронный зал даже за алмазы, потому что мне не позволяло хранилище, я решил ускорить постройку хранилища за алмазы, посчитал мне на все хватает, таким образом я не хотел затягивать эксперимент еще на один день, ускорил строительство хранилища и тут же поставил на улучшение последний уровень тронного зала, завел сюда 4 жителей, чтобы ускорить соответственно постройку. И ровно через 3 дня у нас появится герой на 30 уровне. Можно сказать, что первую стадию, наверное самую сложную мы прошли, потому что я думал, что затянется все гораздо надольше, но тем не менее у нас все быстро получилось. Так что через 3 дня начнутся наши эксперименты, мы будем ходить в подземелье, сходим на арену и также сходим в бухту самоцветов и посмотрим, в общем поэкспериментируем, я думаю будет очень интересный контент. Также сегодня утром у меня получился эпический посох на восстановление жизни 30 уровня, поэтому можно сказать, что все идет по плану. Давайте теперь зайдем в магазин арены и посмотрим, какого уровня у меня вещи, потому что у меня 30 уровня бойцы, но 8 уровень тронного зала. Одна в диапазоне 45-60, вторая 35-45. Экипировка у меня в диапазоне 41-43 и редкая броня 39-40. И соответственно все остальные редкие вещи, броня, кольца, амулеты, оружие, они в диапазоне 27-28, то есть на них не влияет уровень тронного зала и они ориентируются уже на ваших бойцов. Скорее всего магазин не успел обновиться, потому что в начале этой недели я был 7 уровнем тронного зала, потом я его поднял и соответственно в понедельник артефакты поменяются, скорее всего появится эпический артефакт и диапазон уровней тоже поменяется. Теперь давайте отвечу на самый популярный вопрос, когда же запустят события, но точную дату я думаю никто не знает, кроме разработчиков, поэтому не раньше вторника. Пока душа в портале не кончится, никто не будет запускать это событие. Для тех, кому не имется, можно перейти в тронный зал, нажать внешний вид и посмотреть с чем примерно будет связано событие. Как вы видите, появилось новое оформление, написано элемент недоступен, можно получить во время события праздничный переполох. И просто обратите внимание, в каком оформлении он будет приблизительно выглядеть. Морской конек, соломенные бунгало с бамбуком и пальмы, песочные берега и какое-то там море, либо океан, то есть приблизительно локация будет выглядеть в этом стиле. Давайте посмотрим мост, какой у нас будет. Здесь у нас опять морской конек и мост сделан из бамбука. Флаг у нас будет с ананасом, черепица соломенная, так же как на бунгало, стены будут из бамбука. И окна абсолютно такие же, как и стандартные, вот смотрите, практически ничего кроме цвета не меняется. В такой вот рамке из бамбука. То есть по сути, я понимаю, что разработчикам некогда, они сейчас занимаются с подземельями и на скорую руку, они залепили вот такое вот событие. На самом деле, в любом случае это хорошо, потому что есть чем заняться, заработать новые предметы какие-то. Они в любом случае добавят новые руны, как обещали, и новые артефакты. За основу они взяли событие переполох, которое было зимой, просто немного поменяет оформление. Так или иначе, это очень хорошо, будем ждать события, посмотрим, какие у нас новые предметы и артефакты ожидают. Так что, друзья, на следующей неделе у нас начнется очень интересный контент. Во-первых, запустят события, во-вторых, у меня будет герой на 30-й арене. Будем снимать несколько роликов в день. На этом, друзья, у меня все, увидимся с вами на канале, всем, друзья, удачи, всем пока!